любители смотреть и слушать анекдоты приглашаем на канал анекдоты с петухой ссылка будет внизу под видео двое англичан стояли на мосту в это время со стороны реки слышится голос помогите я не умею плавать один англичан спрашивает джордж вы умеете плавать джордж отвечает сожалению нет первый говорит ну я тоже но мы же не кричим об этом на всю лондон приходит прихожанка в церковь и говорит очень я нахожусь во власти страшного греха и ничего не смогу с этим поделать священник говорит а в чем проблема дочь моя прихожанка говорит каждое утро когда я подхожу к зеркалу я начинаю любоваться своей неземной красотой и ничего с этим не могу делать священник говорит то дочь моя это же не грех это только заблуждение звонит бабуля службу спасения алло у меня кошечка на дереве состряла вы бы не могли его снять пабулька не беспокойтесь проголодается сама слезет а если не сможет с голоду бомблят папулька вы когда-нибудь видели на дереве скелет кошки судья спрашивает у подсудимого у вас зарплата 15 тысяч рублей а дом вы построили за 50 миллионов как вы это можете объяснить подсудимый говорит ну дайте время подумать судья говорит семь лет хватит дочь звонит матери алло мама этот неблагодарный муж опять не хочет есть гречку мама говорит а ты объясни ей как ты старалась когда ее варила дочь говорит опаньки его что варить надо мужик спрашивает магазине у вас не найдется маленькие акулы продавец говорит для чего она вам мужик говорит хочу проучить своего кота он уже пятый раз сжал рыбок в аквариуме мужик просыпается охраненного похмелья удала налит как чугуном руки ноги не поднимаются как будто чужие кое-как поворачивается на бок и кричит с отрывом протяжно шарик шарик подбегает пес скулит лижется мужик изо всех сил дышит на него и говорит ищи на первом съедании надо показать себя с лучшей стороны поэтому матчона взяла с собой термос с борщом ну то чего же у меня пес умный умеет говорить слово мама и тем самым себе колбасу зарабатывает она ж как в дом бежит сразу кричать начинает мама дайте колбасы и попробуй ему не дать один мальчик пас овец и все время кричал волки волки на третий день волки не выдержали и пришли посмотреть чего ему надо муж загадал желание на новый год чтобы жена стала экономной а тёща умный после боя курантов жена выключил телевизор убрала со стола коньяк задула свечи а тёща начала рассказывать подробности русско-турецкой войны 1877 года свекров говорит а невестушка ты-то хоть скотинку покормила невестка говорит а нет еще спит ваш сыночек молодой человек приходит к врачу и спрашивает а доктор вот мне всего двадцать два года мои товарищи ходят клуб и торчат там до утра а мне это неинтересно что же она не так разговорит ничего особенного ничего страшного просто у вас есть мозги на свадьбе светль говорит а сейчас по традиции жених выпьет из туфельки невесты жених говорит на ухо свидетелю петуха ты что упупел ты видел ее размер меня же вот этой полторухи унесет в автобусе а ваш билет тот отвечает а ваш контролер говорит я уж это кондуктор а мужик отвечает а я электрик теперь мне что за свет не платить два каша заходят виноводочный отдел один устанавливается и смотрит на коньяк стоимостью 1000 долларов другой выводит его из супора идем идем это для не бьющих священник у себя в саду тянет табуретку за ним наблюдают малыши священник спрашивает а что тоже хотите научиться чинить табуретку малыши говорят а нет мы хотим узнать что говорит священник когда попадает себе по пальцу по пьяни заправил мышеловку 1000 рублевой купюрой уже не сломанные два пальца мужик приходит с фенгалом к врачу раз спрашивает так на что жалуетесь мужик говорит на ноги доктор жена со сковородкой догнала едет маршрутка друг у одного девушки начинает звонить мобильник она начинает искать его в своей сумочке ищет ищет но не находит ходе минут 20 опять кто-то звонит не находит и потом после этого она выдает наверно дома забыла первый турист космонавт Денис Тито вернувшись с орбиты дает интервью у него спрашивает какие русские фразы вы успели выучить во время полета он говорит спасибо пожалуйста и убрал пальцы нафиг детстве смеялся над басной крылова портракозу и муравья не понимал как можно не заметить как прошло лето сейчас не смешно жена сматывается мужа и говорит а что это у тебя на лбу не губная ли помада муж говорит да ты что дорогая это кровь какой-то велосипедист врезался в меня жена говорит а твое счастье петлюха приходит фотохудожнику и говорит давайте сфотографируйте меня в образе героя фотохудожник говорит ну давайте я поставлю перед вами водку и жареную курицу а вы гордо отвернитесь сынишка спрашивает у папы папа почему мою сестру зовут злата отец говорит потому что мама любит золото а почему меня так зовут ну слышь давайте пойдем хватит вопросов вискарик десантник рассказывает своим товарищам вчера был затяжной прыжок мои ноги коснули земли только через 6 часов тебе говорят ну так не бывает а десантник говорит бывает бывает если зацепишься за сосну и пока тебя найдут новогодняя ночь кума что ты улеглась мордой в холодец ну и что переляк в оливье просудишься мужик клеит объявление пьяные дупы грустики перевезут вашу мебель тут подходит другой мужик и говорит ну кто же вам с таким объявлением будет звонить вот же рядом висит объявление трезвые грузчики перевезут вашу мебель у них наверное отбоя не будет после вашего объявления мужик говорит это точно это тоже моё дедушка спит в фресле громко посвистывая носом ну сидит на его колени и вертит его пуговицу бабушка спрашивает а что ты делаешь ну говорит а хочу поймать другую станцию булочка говорит мамочка я сегодня сделал доброе дело а мама говорит а что же именно а двое бежали на поезд я спустил собаку и они успели булочка возвращается из школы и говорит отцу батя тебя наша новая классная в школу вызывает отец курит а что ж ты там натворил ложка говорит то какая разница сходи не пожалеешь во всех отношениях классная дама наконец-то сбылась юношеская мечта вовочки он зацементировал 6 соток родительского огорода учительница задает вовочке задачу 12 бутылок вина по цене 50 рублей за каждую сколько будет вовочка отвечает ну если на двоих то дня три учитель географии спрашивает у вовочки а вовочка что такое пустыня вовочка говорит это место где ничего не растет учитель говорит правильно назови хотя бы одну вовочка отвечает ваша голова мать говорит вовочка последний раз говорю вымой за собой посуду вовочка отвечает ну и слава богу что последний вовочка приходит приятель они играют и в какой-то момент приятель замечает напольные весы и собирается залезть на них вовочка кричит не надо не залезай на них приятель говорит почему почему не знаю но каждый раз мама куда встает на них она все время смотрит вниз и плачет во время концерта вовочка спрашивает у отца папа а почему вон дядя замахивается на тетю отец говорит он не замахивается он дирижирует вовочка спрашивает а почему тетя держит звонит телефон трубку поднимает вовочка колос из трубки спрашивает чем вы можете помочь дому престарелых вовочка отвечает ничем вообще-то я могу отдать вам свою бабушку муж спрашивает у жены дорогая кто бы ты хотел на 14 февраля жена говорит а визит косметологу начистку лица муж говорит а хорошо тогда если меня спросит что подарил на 14 февраля могу смело сказать что рыло начистил девушки делятся на двух типов на тех которые ненавидят тринадцатой февраля и на тех у кого есть парень в почтовом отделении лисоватый мужчина средних лет ставит штампики с любовью на ярко-розовые конвертики сердечком потом достает флакончик с духами и прыскает на конверты ходит похожий и спрашивает а что вы это делаете мужик отвечают я отправляю тысячи конвертов ко дню святого валентина с надписью выгодай от кого мужик спрашивает прохожий а зачем а тот отвечает а я адвокат пора бракоразводным делам жена спрашивает милый ты сделаешь мне подарок муж отвечает так я же тебе на новый год подарил шубу жена спрашивает а теперь на день святого валентина мужик спрашивает кого кого мне надеть барышня пригласила тебе мужика на в день влюбленных на обед она его угостила и напоила мужик поел попил а потом барышня подходит к нему и говорит а теперь ты мой мужик говорит чего-чего сама мой петуха спрашивает у девушки а почему мужики не любят 14 февраля девушка говорит далеко до зарплаты утра разослал всем своим друзьям в одноклассниках женского пола валентинки с надписью ты самая прекрасная девушка и самая прекрасная девушка любого мужчины у тебя если бы не расстояние разделяющие нас и твое обязательство перед другим человеком мы были навредки вместе и что вы думаете вечером ко мне пришли двенадцать из них а сюда еще восемнадцать появились чемоданами две женщины выбирают волшебку на валентина в день одна говорит а смотри смотри какая красивая моему котику написано купи что ли своему козлу 14 февраля праздник когда женщины разделяются на три типа вот не буду тревять и бухать которые будут фотографировать свои плюшевые мешки и цветы а третье жены мужик пошел смотреть волейбол и получил мячом по голове на следующий день пошел смотреть хоккей и получил шайбой по лбу и билеты на метание молд выкинул нафиг супермаркете мужик подходит к одной женщине и говорит а вы не могли бы немножко поговорить со мной женщина спрашивает а почему мужик говорит знаете моя жена куда-то исчезла куда я начинаю беседовать с красивыми женщинами она тут же появляется ночью в подворотне алкаш петруха открыл бутылку водки не успел сделать и глотка тут же подбежали какие-то хулиганы вот убрали бутылку и сразу его приходовали и тут же они скончались петруха думает оказывается водка-то была боленая прям не хулиганы а тимуровцы какие-то на 98 процентов я домашний и скромный человек но ох уже эти два процента нового русского когда он напился в лондоне товарищи положили на передние сиденья машины и решили отвести в гостиницу и потом она рассказывал друзьям когда я проснулся было три шока еду пьяный за рулем второй еду по встречной полосе 3 нет руля издатель говорит переводчику пробелы вы не переводите поэтому вам пробелы оплачивать не будем переводчик говорит ну ладно я вам пришлю перевод без пробелов старшина построил солдат и говорит сегодня будем изучать секретный танк он может работать при температуре от плюс 500 то минус 500 тут из задних рядов тянется рука а товарищ старшина температуры меньше чем минус 200 73 не бывает это абсолютный 0 это говорят ученые совершенно говорит для тупых повторяю это секретный данк ученые про него не знают советы для рыбаков не секрет что ваши жены ходят на все ближайший супермаркет до и после вашей рыбалки и тщательно пересчитывают там живую рыбу поэтому советуем ходить дальние районы хотя в этом случае вы поставляете тамошних рыбаков мариван говорит а дети вам было задано сочинение на тему моя любимая передача вот вовушка скажи ты сам писал или тебе папа помогал вовушка говорит папа помогал мариван говорит скажи твоему папе что передачи можно не только получать но еще и смотреть вовушка идет по улице со своей мамой другим на третью идет мамина подруга после того как поздоровались мама говорит вовушке а вовушке поцелуй тетю вовушка говорит не буду вовушке я сказала поцелуй тетю не буду в чем дело почему ты не хочешь поцеловать тетю вовушка говорит у нас за это вчера папу постяки дала ну а теперь я вам понаставлю двоек сказал вовушка доходя на страницу мариванны в одноклассниках вовушка говорит отцу папа 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 ну папа отец говорит вовушка я же тебе говорю чтобы ты не открывал рта пока тебя не попросят вовушка говорит а хорошо я больше не буду только спроси меня кого укусил рекс и не упала ли мама с балкона на уроке истории а вовушка расскажи нам как поступали благородные рыцари с побежденными противниками вовушка говорит унизовали их металлолом мариванна говорит а вовушка скажи нам где мы укажемся если будем сверлить землю на экваторе вовушка говорит сумасшедшим доме вовушка спрашивает у папы папа нам дали задание написать сочинение про папу как лучше написать отец много зарабатывает или много работы отец говорит пиши как хочешь только главный добавь на ремонт класса больше не даст вот я задаю вопрос тебе уже почти наверное 20 лет какого хрена я вчера нажался так какого хрена на многих год так бухал на земле козла такого вот такого ох еще и надо поискать только я же очень умная такая я его сумела когда моя жена пить песню начинает стараюсь я работаю в это время в огороде и это для того что все мои соседи не думали что я кого-то дома обижаю я поймала крупного леса что забыла мужа разбудить утром на рыбалку он хотел но на электрическую не успел ты машиной никого не удивишь удивляют только тем что кредитов не имеют и совсем когда золушка тут позабыла часы переставить на летнее время про и суток потом выковыривали люди золушку эту из цепы в инстаграме я писал что без шапки я хожу что всю зиму я без шапки прошагал комментарии пошли мы завидуем тебе а у нас тут зимой холодно сейчас ну и никто мне даже не спросил а может денег нет у тебя может денег выставь шапку ты купи вот так примерно никто и не спросил мариван спрашивает у петухи а как провел масленичный день петуха говорит замечательно утром сжёг чучело тёшки она намек поняла и к вечеру уехала совет мужчинам во время масленицы старайтесь не злить своих жен ведь всю неделю у них в руках сковорода приходит зять к тёше на блины тёша говорит а ешь зятёк угощайся зять начинает ест наяривает только так тёша еле успевает и зять хвалит хорошие у тебя блины вкусные только толстоватые тёша говорит ну ты тогда по два не бери мужик говорит ой матчона какие у тебя блины вкусные матчона говорит ешь ешь петуха угощайся а петуха говорит действительно вкусные давно таких не ел матчона говорит да ешь ешь а петуха говорит не могу больше целых десять штук съел матчона говорит а фрешка двадцать я не говорю что ты себя запустила просто завтра на масленицу не ходи а то чего глядит зажгут на масленицу центральном городском парке культуры прошел традиционный конкурс песни и танцев победители доставлены вытозвитель найдя у внука белый порошок папушка решила что это мука и испекла блины масленица продолжалась целых три недели судя по погоде чучело масленица выжила и начала мстить вас приглашает на блины спортивный зал наличие блины по 5 10 и 15 килограммов на масленицу по обычаю русские празднуют масленицу а те кто телезрители празднуют маргаринницу иногда люди с которыми не общался по полгода пишут мне привет что нового и что же мне отвечать а привет пошел купил молока и хлеба они новые молока так вообще сегодняшние офигеть все строки скрытные стали страницы закрытые фотографии приватные может пора с ветром на голове ходить мужик звонит справочный алло барышня соедините меня с женой парши спрашивают а какой номер мужик говорит а что я вам шах что ли и жены у меня пронумерованы ковбой прискакал в бар и спрашивает конь хочет пить пятнадцать бутылок виски бармен ему отдает пятнадцать бутылок конь пьет удивленный бармен спрашивает аж сами что ведь не будете ковбой говорит ну что я же за рулем я больше не пью пятницу пришел домой уж устал как собака чтобы никуда не ходить принял душ укрылся уделом и выпил бутылку коньяка но потом меня в этом уделе видели в трех парах ну вот еще вчера защитник отечеству а сегодня вставай алкашня проклятый иди работать звонит телефон алло это петруха они петрухи не тома что ему передать а пожалуйста передайте ему 100 рублей стоит на перекрестке мерседес 600 и друг него сзади врезается ука короче из мерседеса выходят братки и подходят открывает две руки и смотрят сидит девушка с костей и и спрашивает ты кто так говорит я снегурочка так держи мобильник звони своему деду морозу пускай привезет папки а хорошо хорошо он звонит и горит а дедушка здесь мужики подожди спрашиваю деньги хорошо сейчас передам а сейчас приедет через пять минут подходит четыре джипа из них выходят братки и начинается драка потом подходит к снегурочку подползает один из первых братков и спрашивает а где же твой дед мороз с бабками снегурочка говорит а дед мороз был занят он своих от морозков прислал сельская учительница никак не могла решиться за кого же ей выйти замуж за директора школы или за тракториста с одной стороны быстрый карьерный рост другой без трактора до школы хрен доберешься блондинка спрашивает а девочки кто не встречался с мужчиной старшего возраста как это какие будут советы девушки говорят а пенсия у них после десятого жена говорит а петлюха возьми ребенка на футбол муж говорит зачем он же еще маленький жена говорит а чё он просто так улет телефонный разговор алло ты дома а ты кто муж а мой дома везет а я же только чей муж приходит с работы домой жена сидит за компьютером и спрашивает не уворачиваясь ты чего-нибудь хочешь перекусить муж говорит да кабель от интернета телефонный разговор алло полиция помогите меня крабят полиция поезжаем вы где а дома изучаю новую квитанцию о карпате если дать человеку рыбу он будет сыт один день а если дать ему легче а он пойдет на работу три часа ночи стук в дверь у меня от испуга даже перфоратор из рук выпал однажды ученик спросил у мастера а долго ли ждать перемен к лучшему в чем смысл жизни и что такая любовь а я поучом знаю я обычный токар отойди от шпинделя сказал мастер русские туристы идут по лондону смотрят висит огромный постер с рекламой спектакля анна калинина главной роли негритянка жена спрашивает ой что это с ней муж говорит по ходу паровоз слишком сильно дымил доктор говорит больному батенька вам нельзя пить курить увлекаться чужими женщинами играть в карты больной говорит спрашивает а доктор скажите прямо тут была моя жена до меня телефонный разговор алло ты получила цветы да но курьер настучал мне букетом по морде а хорошо это мой каприз жена говорит мужу а милый у меня кролик из духовки я постейте за ним я схожу за овощами спекаю хорошо потом возвращается смотрит в доме запах гари по всей квартире она говорит ты что не смотрел муж говорит все в порядке дорогая кролик из духовки не выходил 3 часа ночи стук в дверь у меня от испуга даже перфоратор из рук выпал блондинка приходит в автосалон я хотела покупать у вас автомобиль я спрашиваю модель а нет буккатер но за комплимент спасибо вернулся капопланка поздно в гостиницу заспанный портье спрашивать его кто там убедитель для полной убедительности решил называться полным именем хосе рауль капопланка и грау пера портье отвечает а хорошо входите только пусть последний плотно закрывает дверь любителей смотреть и слушать анекдоты приглашаем на канал анекдоты с патухой ссылка будет внизу под видео жена звонит мужу по телефону у меня компьютер не работает а кнопку такую большую нажимала нажимала а шнур розетка воткнут сейчас возьму фонарик посмотрю а зачем-то фонарик то то гильотицу нету плохая у нас медицина прям скажем никудышная вон матерна 40 лет заболела то сих пор маяться 90 жест исполнилось врачи никак не могут поставить диагноз бизнесмены спрашивают как он стал миллионером он говорит благодаря жене как это но мне стало интересно самому на каком этапе она перестанет жаловаться на нехватку денег встречаются две утки в пруду одна и говорит кря-кря другая говорит раздраженная то же самое хотела сказать говорят что у футболистов все наоборот и когда они приходят домой смотрят по телевизору как мужики сидят с пивом с той стороны и матерятся на них сидят три наркомана на обочине и друг на большой скорости проезжает автомашина один говорит машина проехала второй говорит через час примерно синего цвета через час третий говорит она пылил то напылил я лег спать 9 вечера и от радостного волнения что лег пораньше не мог заснуть до часу ночи я учился в шестом классе когда дедушка поймал меня за курением он не стал ругать не стал бить купил мне пачку ротопий и составил выкурить всю пачку сразу с тех пор я пока не выкуриваю любители смотреть и слушать анекдоты приглашаем на канал анекдоты шатухой ссылка будет внизу под видео уникальные возможности человеческой психики во время неуправляемого газоноса на обледеневшей дороге с большой точностью успеваешь посчитать сколько вокруг тебя лексусов мерседесах и против бмв российский оптимизм у нас неплохие дороги а отличное бездорожье на российских дорогах только один запрещающий знак это полосатый бетонный блок все остальные знаки предупреждающие из протокола с места происшествия перебегал дорогу на красный свет светофора и был сбит с речным пешеходом из телефонного разговора алло братан мы этим за тобой посмотри назад бмв эксперт ты видишь да ладно вот мы за ним маршрутка автобус с буратино мы едет по грунтовой дороге автобус трассет водитель дороги не разбирает один плотина не выдержал и кричит эй не дрова везешь водитель говорит но так вы лучше утрамбуетесь и можно будет еще людей посадить я оплачу не маленький налог за то что мой автомобиль портит дороги а когда мне будут платить за то что дороги будут портит мой автомобиль петруха у меня для тебя две новости одна хорошая одна плохая ну давай сначала плохую я разбил твою тачку а какая же хорошая я больше не буду российская особенность украсть на строительстве дороги купить дорогую машину и разбить ее на плохих дорогах дороги не отремонтировали но мат запретили как ехать непонятно только в россии дороги зимой ровнее чем летом новость на городском сайте на дороге и области наносят разметку первый комментарий лучше бы на дорогой области наносили асфальт дороги у нас появятся ремонтировать потому что потом после этого на них дураки начинают лихачить российские дороги кроет матом а не асфальтом только на наших дорогах асфальт объезжает по обочине реклама российские быстро растворимые дороги просто добавь воды очень толстая женщина выбегает на проезжую часть водитель как следует не успев среагировать слегка и задевает женщина возмущается и начинает кричать безобразие хуниган неужели нельзя было объехать водитель говорит извините мадам я побоялся что не хватит бензина ох уж эти наши дороги сел за руль и поскакал стоит на заправке джип хаммер водитель его заправляет проходит полчаса он все еще заправляет проходит еще час все еще заправляет проходит два часа такая же ситуация сзади накопилась огромная очередь и тут из сзади стоящей машины выходит мужик и кричит водитель хаммера эй мужик ты бы хотя бы двигатель выключил почему у нас машин называют именами животных бычок козель ну так какие дороги такие машины еду себе спокойно по ямам вдруг смотрю дорога любители смотреть и слушать анекдоты приглашаем на канал анекдоты с петухой ссылка будет внизу под видео ну все я иду бить посуду иди иди я тебе там пластиковую купил много скандальную дорогая смотри какой прекрасный день на что ты намекаешь но ты же сама сказала что в один прекрасный день ты от меня уйдешь мадриона привет сколько лет сколько зим один год два месяца и три недели когда долг верну скотина мадриона не пожирает так жадно всех проходящих мужчин но я же глазами ну тогда хотя бы не чавкай почему у мужчин мужчины на лбу горизонтальные а у женщин вертикальные потому что он же спрашивает где деньги и хмурит брови а мужик спрашивает какие деньги и широко раскрывает глаза мадриона я пригласил своего друга сегодня на уши А ты что, с ума сошёл? Дома беспорядок, посуды грязные, валяется куча нестерянного белья, а ты друга пригласил. У него в голове возникла паршивая идея, он задумал жениться. Дорогой, иди кушать, я кашу приготовила. Из какой крупы? Из пельменей. Ты кем работаешь? Чекистам? В магазине чеки пробиваю, а ты? Я лёдчикам лёд на асфальте колю. Какие у вас тлинные и тонкие пальцы, вы, наверное, пианист. Нет, я в лаборатории, пропирки мою. Привет, Петруха, что нового? У меня комп сдох. Прости, я не знала. Любители смотрят и слушают анекдоты, приглашаем на канал. Анекдоты с Петухой. Ссылка будет внизу под видео. Что своим, поссорилась? Чё, опять? Вечером хотела набрать смс. Смоки-чмоки. И чё? Торопилась, твои последние две буквы не набрала? Вы держите в квартире слишком много собак. Неправда. Тогда сколько? Я их не считала. Дорогой, ты не помнишь, как называется прибор для обнаружения скрытой проводки? Перфоратор. Материана, а как ты будешь по мне скучать? Так как обычно, сяду у окна и слёзы, сопли, коньяк, звонок любовнику. Ой. Блин, похоже, я поправилась. Да ну, браз у тебя идеальные размеры. Честно? Да, девяносто, сто двадцать, сто шестьдесят семь, как у снеговика. Ты можешь сказать, какая река длиннее, Волга или Миссисипи? Миссисипи. На сколько? Ну, на целых три буквы. Извините, сейчас около вас стадо баранов не пробегало. А ты что, отстал? О, я вижу, ты меня больше не любишь. Теперь, когда я плачу, даже не спрашиваешь, почему? Потому что мне этот вопрос однажды уже дорого стоил. А как у тебя насчет аппетита? Ну, когда как. Когда он есть, когда его нет. А когда его нету? Ну, после того, как я хорошенько поем. Пожар мне домашних котлеток. А на кормир что сделать? Гуляш. А это моя десертная ложка. А почему такая здоровая? Очень десерты люблю. Привет. Привет. Ты чего тут стоишь? Деньги зарабатываю. Спор выигрываю. Это какой? А спорим на 100 рублей, что я прыгну выше вот этого сарая. Да хоть на 500 не прыгнешь. Кони, Деньго. Это почему еще? Ты прыгнула мне еще не выше даже моих сапог. Да хоть на сантиметр. Да, сарай-то вообще не прыгнул. Любители смотреть и слушать анекдоты, приглашаем на канал «Анекдоты с петухой». Ссылка будет внизу под видео. Раннее утро. Кухня. Муж и жена пьют кофе. Жена спрашивает. А, милый, ты не забыл? Скоро 8 марта. Муж, поперкнувшись кофе, говорит. Как? Опять? Дорогой, а купи мне на 8 марта вот эти вот тухи. Они с запахом весеннего сада. Кто-то я смотрю. Они стоят как наш домик вместе с участком. Дорогой, ну купи. Такие сейчас в моде. Ага. Чтоб я потом с друзьями в сад на шашлыки поехал. И мне постоянно казалось, что ты где-то рядом. Ха-ха-ха. Что будем делать на 8 марта? Ты же любишь Париж. О, Боже, ты серьёзно? А как ты любишь Барселону? Боже, ты лучший муж в мире. Да. Пассажир Барселона. И мы идём смотреть их в бар. Как провела 8 марта? Как в сказке. Встретила прекрасного принца. Он весь день носил меня на руках. Усыпал подарками. Говорил нежные слова. Ой, как романтично. А что же потом? Что-что? В полночь он превратился назад в моего мужа. Ха-ха-ха. Дорогой, а ты что мне подаришь на 8 марта? Ну, что-нибудь такое от души. Лучше бы от Версача. А что соседка так расстраивается? Ну, выпил муж свой на 8 марта. Так ведь он и дух ей подарил. Ты ничего не поняла. Её муж выпил духи, которые подарил на 8 марта. Что-то у нас шеф в последнее время стал злющий, как собака. Да, я на 8 марта подарил его жене скалку, а тёшке сковородку. А вот я тёшке на 8 марта подарил стиралку и сушилку. Наверное, кучу денег угрохал. Нет, совсем немного. И что же это за техника такая? Тазики, полотенце. Если в 8 марта вам подарили то, что не хочется, значит в следующий раз надо мечтать громче. Дорогой, я не пойму, как страна, победившая Наполеона и Гитлера, не может победить алкоголизм? Милая моя, алкоголизм на нас не нападал. Спасибо. Завтра идём на свадьбу моего лучшего друга Джулии Робертс. Как завтра? А как же платье, как цветы и подарок? Ты совсем, что ли, дура некультурная? Это кино так называется. Ой, молчал бы уж. Когда я тебя на Левелине озеро звала, кто приперся суточками? Овсяная каша, овсяной кисель. Ты что-нибудь другое варить умеешь? Да, умею, только нельзя мне забывать про ипотеку. Олиптика! Когда отец по-настоящему чувствует себя счастливым? Сразу после того, как ребёнок родился, но жена ещё в роддоме. Олиптика! Ты всё ещё стоишь женщиной в отношениях? Нет, развелись. А что случилось? Она начала кричать, ты меня не любишь. А ты? А я говорю, люблю, а вот о тебе. А она? А она матрёна. Олиптика! Матрёна, зачем ты избила своего мужа? Таня, била я его, только пыталась на него достучаться. Олиптика! Это откуда у тебя столько денег? Да вот это на подарок тебе попил. Да? А что так мало? Олиптика! Позавчера муж настукал, что я брила ноги его предкой. И заставил купить новую. Ой, девки, что я вам скажу? Новый бреет ещё лучше. Олиптика! Петруха, перед свадьбой я хочу тебе признаться во всех своих грехах. Матрёна, ты же позавчера признавалась. Ну, сейчас есть ещё новые данные. Олиптика! Искотека коварная штука. Сначала не разрешали родители, потом муж, потом дети. Поют, когда разрешат, поют, там с пола песком засыпать. В начальном классе Мария Ивановна говорит. А дети, вы пришли в школу. Здесь надо сидеть тихо. Если хочется что-то спросить, надо поднять руку. А Вовушка, что ты хочешь спросить? Вовушка говорит. Нет, я просто проверяю, как работает система. Мария Ивановна спрашивает. А Вовушка, что тебе подарил отец на день рождения? Вовушка говорит. А четыре ругатки, Мария Ивановна? Четыре ругатки? Вовушка, я серьёзно спрашиваю? Вовушка говорит. Мария Ивановна, я не шучу. Мой отец единственный стекольщик в нашем районе. Вовушка спрашивает у бабушки. А бабушка, разве можно даты складывать и отнимать? Бабушка спрашивает. Не знаю, почему ты спрашиваешь? Вовушка говорит. А в гараже у папы стоит мраморный обелиск с надписью. Любимой тёжке от благодарного зятя. А потом идёт татта твоего рождения и знак минус. Вовушка рассказывает матери. Мама, мама. Наш папа, когда пришёл за мной в садик, его сильно качало. Потом на его ноги наехал трехколесный велосипед. И папу увезли в больницу. Мама говорит. Не может быть. Папа же наш, если даже сильно качало бы, всё равно же он сильный. И ему не страшен какой-то там трехколесный велосипед. А где вы его нашли? Бабушка говорит. А мы смотрели, как он закатывает асфальт. Бабушка говорит. Бабушка, дай пять рублей. Бабушка говорит. Ась. Бабушка, дай пять рублей. Ась. Бабушка, дай десять рублей. Ты же пять просил. Любители смотреть и слушать анекдоты, приглашаем на канал «Анекдоты с патухой». Ссылка будет внизу под видео. Вы знаете, когда вас нет, тут про вас такое говорят, такое говорят. А передайте им, когда меня нет, меня хоть даже бьют. Объявление на заборе. Молодая семья без детей срочно снимет однокомнатную квартиру. Чистоту, порядок и своевременную плату гарантируем. Внизу приписка «Люди спасите от тёжки». Петуха, если я поймаю рыбу в нашем пруду, это не будет нарушение? Если ты там поймаешь рыбу, это будет чудо. Я вот когда выпью, такой балагур, такой балагур. Балагур, говоришь? Да ты разбил телевизор ёлкой, ходил голым на руках И съел рыбу из агвария и кактус. Ну и на солнце бывают пятна. Бай. Не поняла, что это значит. Ну, гудбай, закрашённый. А ну так начмо. Что? Чувак, закрашённый. Один бокал красного вина в день продлевает жизнь на пять лет. Но ты же уже три бутылки выпил. Но я стремлюсь к иметь смертью. Петуха, почему ты пишешь разный бред на форумах? Потому что я никому не нужен. А причём тут это? А то хотя бы мне модераторы пишут замечание. Удар током взрослого электрического уря может оглушить лошадь. Лошадь и капли никотина убивает. Действительно, не жизнеспособная какая-то зверь получается. Любители смотреть и слушать анекдоты, приглашаем на канал «Анекдоты с петухой». Ссылка будет внизу под видео. Мария Ивановна спрашивает у Ловушки. Ловушки, скажи, пожалуйста, какой Антонин будет слово «достойный»? Ловушка говорит. Мария Ивановна, «отстойный». Мария Ивановна говорит, «Угу». Вы знаете, как тепло писала родина гриппоедов? Он писал, «Едым отечеству нам сладок и приятен». Ловушка говорит, «Во, гад! Теперь я знаю, кто вокруг Москвы дворфяники поджигает». Пятилетний Ловушка спрашивает у мамы, «Мама, мама, а до того, как папа женился, кто ему говорил, как надо водить машину?» Ловушка говорит матери, «Мама, мама, а вот петухе родители дают деньги за оценки. За пятерку тысячи рублей, за четверку пятьсот рублей, а за тройку штрафуют на пятьсот рублей, за двойку штраф тысячи рублей». Мама, 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 мама. Мать спрашивает, «И много твой петуху заработал?» «Да». «А нет, он сейчас долг отрабатывает родителям на автомойке». Вовочка балуется на уроке. Спешенная учительница дает ему подзатыльник и говорит, «Вовочка, чтоб завтра отца в школу привел». Вовочка говорит, «Ага, сейчас, я одной такой уже привел два года назад, и до сих пор забрать не могу». Вовочка говорит, «Да мне тоже стрелки нравятся. Вот когда я вырасту, женюсь на одной из них». Утец говорит, «Ну, пока ты вырастешь, они будут уже не стрелки, а грелки». Утец приходит с работы. Навстречу ему касается маленький Вовочка, «Папа, привет, ты мне что-нибудь купил?» Утец говорит, «А нет, Вовочка, сегодня ничего не купил». Вовочка отвращивается, идет обратно и говорит матери, «Иди, просрещай, там твой муж пришел». Рекомендую канал, где ребята активно участвуют и снимают в необычных местах и проводят разные опыты. Ссылка в описании. Мать спрашивает у дочери, «А доченька, почему ты не хочешь за него замуж?» Дочка отвечает, «Мам, он же рыжий». Утец говорит с Ивана, «Ну, ё-моё, ну, год с тобой, и он будет седой?» Старшина спрашивает, «Среди вас есть любители музыки?» «Вышли несколько человек?» Старшина говорит, «Так, берите вот этот рояль и поднимайте генерала на пятый этаж, остальные в кино». Муж и жена едут на машине, жена за рулем, муж рядом. Муж говорит, «Так, приехали за саду коэшников, предупредим встречных водителей, поворгаем, «Да мне глазами!» Судья спрашивает у подсудимого, «А подсудимый?» «Вы можете подтвердить, что держите жену в постоянном страхе?» Тот говорит, «Ну, судья говорит шепотом, «Скажите, пожалуйста, как мужчина мужчине, как вам это удается?» Мужики ехали на шляпе на природу, по дороге случайно избили несколько бутылок вина, когда убирали, порезали пальцы, и поэтому заехали в аптеку. И они говорят, «Дайте, пожалуйста, десять бутылочек со спиртом и десять напашников». А девушка доберется смеха, «А что, веселинка у гномов?» На концерте. «А вот записка, «А где ваш парапанчик?» «Вы без него просто ноль».» Отвечаем, «Мы тебя обратно не возьмем, не пиши нам больше». В заправочной станции подлетает учебная машина. Женщина кричит, «А полный бак, пожалуйста!» Заправщик говорит, «Да, конечно, только сначала выключите мотор». Женщина говорит, «Я его выключил, это инструктор дружит». Приходит новый русский салон татуировок. Татуировщик спрашивает, «Что будем бить?» Новый русский говорит, «А мне, пожалуйста, танк на всю спину». «Хорошо, через 20 минут говорит, «Готово!» «Чё, так быстро?» «А чё там? Четыре буквы!» Два часа ночи во мне просыпается философ. Три часа просыпается мечтатель. Семь часов утра злой, невыспавшийся человек. Плохая у меня репутация. Из тех, кому написал в одноклассниках, что сломал руку, только один спросил, правую или левую. Остальные спросили, «Кому?» Студент говорит своему другу, «Что?» «Если он научит собаку говорить, ему заплатят миллион долларов». «Какой дурак будет платить такой миллион долларов за ковырящую собаку?» Студент говорит, «Дурак, конечно, не заплатит, но любая фирма, выпускающая продукты для собаки, заплатит, чтобы она молчала». Разговор маршрутки, пробки, мужик спрашивает, сидящую девушку, «А девушка, вы, наверное, с ночного дежурства, наверное, устали? Очень?» Девушка говорит, «Да, как вы-то катались?» «Да просто вы только что пробурчали под нос». «А, включай никак, и что стоять-то?» После 23 февраля беседуют два пса. Один говорит, «Что случилось с твоим хозяином? Он весь перебитован?» Другой говорит, «Да покусал я его, он нажался и нацепил на себя все мои медали». «Уграбление банка!» «Уграбитель явно нервничает, руки трясутся, автомат направлен на кассира». Кассирша говорит, «А все-все, вот вам все деньги, только посажешь, то аккуратнее, вдруг выстрелит». «Уграбитель говорит, «Да не бойся, автомат все равно не заражен». Задумал парень жениться и спрашивает у своего женатого друга, как ему там живется. А тот говорит, «Когда я за ней ухаживал, я стебетал, а она слушала. После того, как повинчались, она стебетала, а я слушал. А теперь, оба щепетят чем так, что суседи сбегаются слушать». «Если вам не хватает мотивации, чтобы вставать утром пораньше, тогда перестаньте, вечером есть после шести, и утром будете вставать, чтобы пожрать». «Разговор двух друзей по телефону». Путин говорит, «Ну и Бадун у меня, вчера у тебя, наверное, последняя бутылка была лишней. Не помню, как домой пришел». Второй говорит, «Само собой, последняя бутылка была лишней». «Ты, кстати, заходи ко мне». Первый спрашивает, «А зачем?» Второй говорит, «Так принеси кота моего, и шапку свою заберешь». Дед говорит внуку, «Сидишь со своим компьютером, делом бы лучше занялся. Я вот в твоем году штангу весом 350 килограммов поднимал». Внук говорит, «Да не может быть, такой вес даже мировой рекордсмен не поднимал». Дед говорит, «А я поднимал, правда не поднял». Мужик прогуливает на поводке собаку. Женщина спрашивает, «А скажите, это какой пес?» Мужик говорит, «Это полицейская собака». «Да, и не похоже». Мужик говорит, «А это из тайной полиции». Подписываемся.